Индекс Кассея Американские фондовые индексы вчера продемонстрировали рекордное за последние 6 лет падение, в среднем снизившись на 4%. По мнению экспертов, столь значительная коррекция была вызвана изменением процентных ставок, ростом опасений по поводу ускорения инфляции в США и общей нервозностью инвесторов. Лидером снижения второй день подряд стали акции банка «Центр Кредит», которые опустились более чем на 5% до 263 тенге. Коррекция бумаг проходит после значительного, но не подкрепленного фундаментальными факторами роста. Напомню, что на прошлой неделе акции банка выросли в цене на 37%. Бумаги КСЛ достигли минимальных значений с 25 января 2018 года, опустившись более чем на 4,5% до 1610 тенге. Акции «Казминировс» перешли в нисходящий тренд, опустившись до 3798 тенге. Долевые бумаги «Кастранс Оилл» снизились до 1451 тенге. Оба инструмента потеряли в среднем 2,25%. Доходность операции «Репост» с государственными ценными бумагами сроком на один день выросла на один базисный пункт и составила 8,77% годовых. Доходность однодневных своп-операций с долларом США, несмотря на укрепление тенге, снизилась на 12 базисных пунктов до 8,62% годовых. Сегодня Нацбанк разместил вне биржи семидневные ноты на сумму 360 млрд тенге. Доходность по ним достигла 8,84% годовых. Спрос на ноты превысил предложение на 0,4% и составил 161 млрд тенге. Среднеизвешенный курс доллара США вырос на 1 тенге 73 тен до 324 тенге 6 тен. Объем торгов по сравнению со вчерашним днем вырос сразу на 122% и составил 222 млн долларов. Курс валютной пары доллар-тенге вырос, достигнув максимальных значений с 19 января 2018 года. Валюты нефтедобывающих стран находятся под давлением к моменту закрытия торгов. На кассе нефть марки Brent теряет около 0,7% и торгуется чуть выше 67 долларов за баррель. Первый день Джерема Пауэлла в должности председателя ФРС стал худшим для фондового рынка США за последние 6 лет. Индекс Dow Jones снизился более чем на 4,5%, S&P упал на 4,1%. Доходность 10-летних трежерей снизилась сразу на 14 базисных пунктов до 2,7%. Распродажа активов на рынке привела к выходу инвесторов в кэш, что стало причиной роста индекса доллара на 0,6%. Таким образом, индекс американской валюты достиг максимальных вершин с 24 января. Курс рубля снизился на 3 тинь до 5 тинге 68 тинь при объеме торгов в 35 млн. рублей. Сделок с евро и юанем заключено не было. Это была программа «В курсе». Увидимся с вами после следующей торговой сессии. Субтитры создавал DimaTorzok